Иван Свиденко 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 Но дальше И дано было мне повеление привести ко мне всех мудрецов вавилонских чтобы они сказали мне значение сна Тогда пришли тайноведцы обаятели халдеи гадатели я сказал им сон но они не могли мне объяснить значение его Наконец вошел ко мне Данил которому имя было Валтасар по имени Бога моего в котором Дух Святого Бога ему рассказал я сон Валтасар главам мудрецов я знаю что в тебе Дух Святого Бога и никакая тайна не затруднит тебя объясни мне видение сна моего которое я видел и значение его видения же головы моей наложимым были такие я видел вот среди земли дерево весьма высокое большое было это дерево и крепкое и высота его достигала до неба и оно видимо было до краю всей земли и листья его прекрасные и плодов на нем множество и птица на нем для всех и пища извиняюсь на нем для всех под ним находили тень полевые звери и в ветвях его гнездились птицы небесные и от него питалась всякая плоть и видел я видение головы моей наложимым и вот низшел с неба бодрствующий святый и воскликнул громко он сказал срубите это дерево обрубите ветви его стрясите листья с него и разбросайте плоды его пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его но главный корень его оставьте в земле и пусть он в узах железных медных среди полейтровые орошается небесной росой и с животными пусть будет часть его в траве земной сердце человеческое отнимется от него и даст ему сердце звериное и пройдут над ним семь времен по велениям бодрствующих это обредлено и по приговору святых назначено дабы знали живущие что всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет и повставляет над ним уничиженного между людьми такой сон видел я царь Навухазаносор а ты Валтасар скажи значение его так как никто из мудрецов в моем царстве не мог объяснить его значение а ты можешь потому что дух святого бога в тебе тогда даниил который имя Валтасар написано около часу пребывал в изумлении и мысли его смущали его казалось бы что может могло еще смутить даниила на то время муж бога живаго которому служит даниил от которого ничего практически не скрыто у бога это тот кто кого бог выбрал быть своим другом можно сказать и тогда Валтасар отвечает ему когда прошло время господин мой твоим бы ненавистником этот сон и врагам твоим значение его дерево который ты видел он говорит это ты все что рядом пища птицы животные это все люди которые рядом которые окружают тебя настает для него время такое для Валтасара то есть извиняюсь для Навуходоносора что бог как бы предупреждает его что какой бы ты не был великий какой бы ты не был могущественный у тебя есть выбор и дальше он говорит что придет время если ты не думаешься тебя отлучат от людей и обитание твое будет с полевыми зверями травой будут кормить тебя как вола росой небесной ты будешь орошаем и семь времен пройдут над тобой доколе познаешь что всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет а что повелено было оставить главный корень дерева это значит что царство твое останется при тебе когда ты познаешь власть небесную несмотря на то что бог даже отвергнет его от царства сделает его настолько ничтожным перед людьми он оставит за ним царство которое было его насколько велика была милость божья над вуходоносором что несмотря на то состояние в котором он будет пребывать с семь времен бог все равно оставляет за ним царство посему царь да будет благоугодно тебе совет мой данил дает ему один интересный совет искупи грехи твои правдой и беззакония твои милосердием к бедным поэтому перед этим царем стал выбор или ты осознаешь кто на самом деле бог и сделаешь искупление грехов своих правдой и беззакония своими милосердием к близким или к бедным или ты возгордишься и ты в результате станешь самым ничтожным и самым наименьшим между всеми людьми подобным даже еще ниже людей это животному притчи Соломона 21 глава говорится также почитающий отца очистится от грехов и уважающий мать свою как приобретающий сокровище это в третьем стихе в четырнадцатом стихе говорится ибо милосердие к отцу не забыто несмотря на грехи твои благосостояние твоего умножится в день скорби твоей вспоминется о тебе как лед от теплой от теплоты разрешатся грехи твои когда у тебя будет много твори из того милостыню и когда у тебя будет мало не бойся творить милостыню и понемногу ты запасешь себе богатое сокровище на день нужды ибо милостыня избавляет от смерти и не попускает сойти во тьму как говорил сегодня Валера утром у нас есть выбор может быть до сего момента он говорил мы сделали не совсем правильный выбор но так как мы еще живы мы можем всегда исправиться в нашей жизни есть выбор быть злым и в нашей жизни есть выбор быть добрым в нашей жизни есть выбор быть милостивым И в нашей жизни может есть выбор быть злым или, может быть, скупым. И каждый человек делает выбор. Перед Навуходоносором предстал также выбор. Он ему говорит. «Посему, царь, да будет благородно тебе совет мой, искупи грехи твои и правды, и беззаконие твои милосердия». Казалось бы, что такое милосердие и что такое правда. Но исходя из вот этих всех стихов, это ключ к нашему долгоденствию, это ключ к прощению наших грехов, это ключ к нашей хорошей жизни. Поэтому, что мы выберем в этой жизни, это все зависит от нас. И говорится дальше про этого царя. «По пришествии двенадцати месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, прошел целый год для этого человека. У него был целый год для него, чтобы он осознал свою жизнь, чтобы он осмыслил, что, может быть, он сделал плохого, что, может быть, он сделал хорошего. Хотя в Писании говорится, любой царь – это раб Бога живого. Живаго. Бог ставит любого царя как раба своего. Несмотря на то, что хороший тот царь, плохой царь, для нас он может быть хороший, для кого-то он может быть плохой. Но так или иначе, он его ставит по своей воле. И несмотря на то, что он даже, может быть, был каким-то халдеем или каким-то там язычником, Бог все равно его уважал, потому что он постоял как своего раба. И дал ему аж 12 месяцев, целый год, чтобы он порассуждал, подумал. Но прошел этот год, и царь говорит, «Это ли величественный Вавилон, который построил я в доме царства, силы моего могущества и в славу моего величия? Еще речь все было в устах царя, как было с неба голос тебе, говорю, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя и отлучает тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями. Травой будет кормить тебя, как вола, и семь времен пройдут над тобою». И это происходит с этим царем, проходит время, и в 31 стихе, «По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил пресносущего, который владычество вечное, и которого царство в роды и роды, и все живущее на земле ничего не значит. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и в живущих на земле, и нет никого, кто мог бы противиться руке его, и сказать ему, что ты сделал. «В это время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства ему возвратилась ко мне, где ко мне становитость, и прежний вид мой тогда взыскали меня советники мои, вельможи мои. Я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось. «Ныне я Навуходоносор славлю, превозношу и величай царя небесного, которого все дела истина и путь праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Иногда, как Соломон говорит, умный, он прислушивается совета, а глупый, он идет и наказывается. Поэтому, казалось бы, насколько бы он не был могуществен, этот царь, насколько он был бы мудр в своих глазах, Бог показал, что кто-то делает правильный выбор в своей жизни, он всегда имеет долгоденствие, он всегда имеет милость и благословение. «Человек, который избирает другой путь, он наказывается, и благо, что этому царю была милость, что он не остался, не стал мертвым после того, как он возвысился, как было это с другими царями, но ему дано было время исправить свое мышление, исправить свои поступки. И когда он это осознал, то написано было, величественнее его стало царствие, и с тех пор он начал творить добрые дела. Напротив же, в пятой главе Даниила рассказывает, повествуется совсем другая история. Я буквально немного зачту, потому что здесь немного. Валтасарь сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих, и перед глазами тысячи пил вино. Вкусив вина, Валтасарь приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Новоходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его. Тогда принесли золотые сосуды, которые были взяты из святилища Дома Божьей Иерусалиме, и пили из них царь и вельможи его, жены его, наложницы его пили вино, и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. В тот самый час вышли персты руки человеческой, и писал против лампады на извести стены чертога царского, и царь видел кисть руки, которая писала. Тогда царь изменился в лице своем, мысли его смутились, его взяли, его связи через его ослабели. Колени его стали биться одно, другое. Сильно закричал царь, чтобы привели обаятели, халдеев, гадателей, царь начал говорить и сказал мудрецам вавилонским, «Кто прочитает это написанное, объяснит мне значение». И вошли мудрецы, но не могли прочитать написанное и объяснить царю значение его. Царь Валтасар чрезвычайно встревожился. «И вид лица его изменился на нем, вельможи его смутились, царица же по поводу слов царя, вельможи его вошла в палату пиршества, начала говорить царица и сказала, царь, вовеки живи, да не смущает тебя мысли твои, да не изменяется вид лица твоего. Есть в царстве твой муж, который Дух Святого Бога. Во дне отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость. «Подобные мудрости богов, и царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главой тайновецов, обаятелей, халдеев и гадателей. Сам царь твой царь, потому что в нем, в Данииле которого царь, царь переименовал Волтасаром, оказались высокий дух, ведение и разум». Тринадцатым стихом тогда введен был Даниил пред царем, и царь начал речь, сказал, ты ли Даниил? Говорит, я слышал о тебе, дальше. Он рассказывает о том, в пятнадцатом стихе он рассказывает, как к нему привели тайновецов, и они не могли ничего сказать. О нем он слышал то, что он мудр, и он может объяснить. И обещал ему, что он будет облечен в Багреницу, и золотая цель будет на шее его. Тогда отвечал Даниил семнадцатым стихом и сказал царю, «Дары твои пусть останутся у тебя, и почести отай другому. А написанное я предстою царю, и значение объясни ему. Царь Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору «Царство величие, честь и славу, пред величием которым он дал ему все народы, племена языки трепетали и страшились его. Кого хотел, убивал, кого хотел, оставлял в живых, кого хотел, возвышал, и кого хотел, унижал. Но когда сердце его надмилось, и дух его же застучился, до дерзости он был низвержен царского престола своего и лишен славы своей. И отлучен был от сынов человеческих, и сердце его уподобилось звериному. И жил он с дикими ослами, и кормили его травою. Да коли не познал, написано дальше, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог. И ты, сын его, Валтасар, не смирил сердце твое, хотел, знал все это, но вознесся против Господа. Небесы, сосуды дома его принесли к тебе, и ты, вельможи твои, ты, вельможи твои, жены твои, наложницы пили из них вино, и ты славил Бога, богов серебряных, золотых, медных, железных, деревянных, каменных, которые не видят, не слышат и не разумеют, а Бога в руке, которого дыхание твое, у которого все пути твои и ты не прославил. За это и послал, послана от него кисть руки, и начертано это писание. И вот начертанное «мене-мене текил у парсин». Вот и значение слов «мене» исчислил Бог царствие твое. Положил конец ему, текил ты возвешен на весах и найден очень легким. Перес разделено царство твое и дано медянам и персам. Тогда Валтасар облекает Даниила в Баграницу, дает золотую цепь, но в то же самое время он не понимает, что пришел конец его царству. И не только конец его царству пришел, но конец его жизни. Ту же самую ночь Валтасар, царь Халдейский, 30 стихом, был убит, и Дарья Медянин принял царство будущей 62 лет. Недаром в Евангелии говорится, кто не знает, тот будет наказан, но кто знает, тот будет бит больше. Поэтому для этого человека, знающего, что произошло с его отцом, ладно, отец он не до конца понимал, но потом покаялся, и Бог его возвеличил еще больше. Но сын его прекрасно понимал, что произошло с его отцом, потому что Данил, я думаю, не сказал бы этих слов. Ты же знал, что произошло с твоим отцом, и ты это не заметил для себя. Но надменность также пришла в его жизнь, и этот выбор, который он сделал, он для него оказался трагическим. Поэтому наш выбор, он зависит все в наших руках. Бог, Он настолько велик и мудр, что Он дает нам право выбора. Он не хочет заставить нас сделать это автоматически, или как роботы в нашей жизни. Он хочет, чтобы мы каждый сделал правильный выбор. Но если мы не делаем правильный выбор, благо для нас, что Бог нас еще милует, как помиловал Навуходоносора и многих людей, живущих до нас, но хотелось бы, чтобы Бог благословил каждого из нас и дал нам мудрость, что в нашей жизни, даже если мы что-то неправильно сделали, есть такая вещь, как милостыня, есть такая вещь, как почтение к родителям, есть другие наши добрые дела, которые могут перекрыть все то плохое, что мы сделали в нашей жизни. Поэтому совет мой для каждого из нас, и я думаю, что это даже в первую очередь была проповедь для меня, потому что готовил я ее, как бы в первую очередь, я понимал, что происходит и что Бог хочет сказать каждому из нас, то совет, наверное, будет такой каждому из нас, что, как Валера сказал, может быть, мы много чего сделали не совсем правильного, но у нас еще есть время, чтобы это исправить. У нас еще есть время поступать правильно, чтобы наша жизнь, она была долголетней, чтобы наша жизнь была благосовенной, чтобы в нашей жизни мы имели милость Божью над нами, дабы наша милостыня, дабы наши дела добрые, они записывались, и в результате нам сказали, добрый раб, добрый и верный раб, войди в Царствие Отца Небесного. И чтобы нам не плакать тогда, когда уже слезы не нужны будут, чтобы плакать сегодня и сейчас, когда еще слезы нам в чем-то могут помочь. Когда Господь может так же, как на выходоносору, прийти и сказать, у тебя есть выбор, и мы услышали этот выбор, и мы выбрали лучшее, а то худшее оставили позади себя. Поэтому да благословит каждого из нас Господь, чтобы мы, если мы не сделали достаточно много выборов в этом году, чтобы мы сделали все хорошие выборы в следующем году, чтобы Бог даровал нам здоровье, даровал нам жизнь и возможность для того, чтобы сделать правильный выбор в нашей жизни. Ему да будет слава в веки. Аминь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok